Кто разводится, несмотря на наличие маленьких детей? Скандал с портретом, кличка королевы Камилы и ярость Чарльза. Фальшива Луи и Маркл, которая вновь прогадала. Буду сейчас все рассказывать. Лотарингия – это что или кто? Есть у вас какие-нибудь предположения? Уверена, что найдутся. Но мало кто догадается, что это всего лишь кличка Камилы. Чарльз приходил в ярость. Он негодовал и требовал, чтобы они прекратили называть ее Лотарингией. Лотарингией? Что не так с этим словом? И почему она вдруг стала называться Лотарингией? Буду сейчас вам рассказывать. Все это мы узнали из книжки Роберта Хартмана. Только о ней сейчас пишут в британских СМИ. Так вот, Лотарингия – это производная от французского королева, то есть Лоррейн. Ничего себе скромница Камила! А теперь давайте вспомним эту историю, которую нам рассказывают даже сейчас. Жила-была Камила и была она замужем. Были у нее детки, но ее муж, Эндрю Паркер Боллс, изменял ей направо и налево. И пренебрегал их браком. У всех на глазах. С ним невозможно было справиться и договориться. Поэтому королева Камила будущая решила изменять своему мужу, наставить ему оленьи рога. И подобрала себе парня, простого, будущего монарха. И именно поэтому она дала сама себе кличку Лотарингия. Она училась в школе с французским направлением, учила французский. И вот чем это закончилось – Лоррейн и Камила. Конечно, Чайзу такие замашки любовницей не нравились и, возможно, очень сильно раздражали. А ее сестра Аннабель Эллиот рассказывает в своем интервью, что она не собирается делать Камиле реверанс. Это невозможно. Я не буду ни в коем случае называть ее ее величеством. Избавьте меня от этого, сообщает всему миру Аннабель Эллиот. А почему же ты не будешь? Это же твоя сестра. Именно ты должна подавать пример. Нам говорили, что у вас все там в порядке в семье, что вы все дружите, вместе воспитываете детей, внуков. И теперь ты еще к тому же являешься фрейлиной королевой Камилы. Так почему же ты всему миру подаешь дурной пример? Монарх раздражителен, криклив, приходит в ярость от любой мелочи, кидается предметами, обзывается, оскорбляет, увольняет, ведет себя как супостат, как враг внутри дворца. Если что не так, то держитесь, все разбегаются, как крысы по норам. И если вы думаете, что я шучу, то нет. Вот что пишет Роберт Хартман. И с каждым днем в Чарльзи все эти плохие привычки проявляются все больше и больше. Так вот, необыкновенная ценность Камилы в том, что только она может с ним справиться. Поэтому каждый, кто работает на дворец, как-то связан с дворцом, все члены британской королевской семьи на нее молятся. Потому что никто не хочет иметь с ним дело, а ей приходится. Она его успокаивает. Она имеет ту твердость, тот юмор, который со временем может привести его в чувство, как вы понимаете. Если отвлечься отчаянно, как вам его привычки, которые описывает Роберт Хартман, а не я. Я думал, что так и есть. Между прочим, это заметно моментами. Вспомните только злополучную ручку. Так вот, Риши Сунок также оказывается в восторге от Камилы. И еще он нашел Камилу настолько приятной, настолько веселушкой, что очень боялся, когда находился на приеме с ней, что перейдет к границе. А ведь не хотелось нарушать королевский протокол. Вот такие переживания у Риши Сунока. Ну, давайте немножко забудем о Риши Суноке и посмотрим на то, что я вам рассказывала ранее. А говорила я вам о том, что Чайзу не нравится Риши Сунок. А помните, еще раньше я вам рассказывала о том, что Ли Страс не нравится ни королеве, ни Чайзу. Ли Страс, кто это, где это, ну нет, не помним. Теперь говорят, что уволят Риши Сунока. А накануне, буквально пару дней назад, нам рассказывали, что он очень сильно раздражает монарха. Вот так делается политика Великобритании. Всех приветствую, вы смотрите канал Дочи Ньюс, меня зовут Альбина. Сегодня у нас большой эмоциональный дайджест новостей, все как вы любите. Но вчера было 15 января, возможно, вы это заметили. Так вот, я объявила победителей на канале Аморы Ройл и среди спонсоров, и среди зрителей. И еще показала свадьбу в Бруне, многие просили. Очень интересный рассказ получился, видео для вас нашла, не только там какие-то фотографии, больше видео, что носила невеста, какие были гости, что там с подарками, какие там традиции. Всем понравилось, так что и вы, если вдруг пропустили, обязательно переходите и смотрите. Но не только розыгрыш и не только свадьба, еще огромное количество новостей на канале Аморы Ройл вы найдете. Теперь я продублирую здесь имена победителей и среди зрителей, и среди спонсоров. Ну а вы, пожалуйста, будьте добры, в обязательном порядке поскорее свяжитесь с нами. Ну а рассылка подарков начнется с 21 января. Еще я хотела бы вас попросить обратить внимание на то, что на каналы можно подписаться. Только в одном случае, если мы вам, как авторы, нравимся, вы нас продолжаете смотреть каждый вечер. И если это повторяется несколько месяцев к ряду, то, пожалуйста, будьте добры, подпишитесь. Ну а если мы вам не нравимся, не подписывайтесь. Смотрите так. Зачем вам еще там какие-то кнопочки нажимать? Альбина сошла с ума, просит не подписываться, решили вы, но сейчас это такой тренд среди блогеров. Многие блогеры просят не подписываться ради количества. Они просят подписаться только тех людей, которые являются поклонниками каналов. Вот и я решила слямзить эту идею. Как она вам? Если вам не лень, обязательно напишите. Делитесь нашими видео. Ну а я хочу продолжить свой рассказ. Я знаю, что большинство из вас ждет новых появлений принца и принцессы Уэльских. Но нечем порадовать. Они затаились у себя в Анмерхол и находятся в Норфолке. Но в эти дни нам снова рассказывают эту историю, что принц Уэльский был крайне раздражен моментом из книги «Запасной», когда Гарри рассказал всему миру, что принц Уэль не любил принцессу и выбрал ее только потому, что она идеально подходила. «Никакой любви между ними нет, никаких чувств нет, Кейт никакая, он ее выбрал, потому что она была на все согласна». «Принцы вынуждены жениться на тех, кто идеально подходит по шаблону», – писал принц Гарри, прямая цитата. Ну а сам и не заметил, как женился на той, которая подошла идеально по шаблону. Но Меганша просчиталась. Теперь я хочу вам рассказать, что в эти дни принцессу Кэтрин хвалят. Говорят, что она помогла собрать дизайнеру ювелирных изделий деньги – 10 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность и постоянно сравнивают с королевой Марией. Дядя принцессы Кэтрин высказался о сериале «Корона» и о том, как изобразили Кэрол Миддлтон в этом сериале для СМИ. Он сказал, что все, что там показывали – неправда, Кэрол Миддлтон не такая, принцесса – будущее. Будучи юной девушкой, ей понравился принц, она была в него влюблена, и вот чем все закончилось. Разве плохо все сложилось для королевской семьи? Почему же «Корона» так жестоко изобразила мою сестру? В семье все любят друг друга, уважают друг друга, поддерживают. Ничего подобного Кэрол не делала. Пожалуйста, не верьте. Это если коротко. Теперь, вчера на канале «Амор и Ройл» я успела уже рассказать часть этой истории. Касается она принца Гарри, Меган Маркл, Лилибедяны и Елизаветы II. Помните, что они назвали свою дочь в честь Елизаветы, воспользовались ее детским именем, утверждали, что она дала разрешение. Вот это все я рассказывала. Сегодня появились инсайдеры из дворца и сказали, что был такой момент, они присутствовали и сами слышали, как Елизавета II в сердцах закричала. «Единственное, что у меня осталось, это имя. Теперь они и это забрали», сказала Елизавета. Вот с этими заголовками вышли абсолютно все британские СМИ. Я не хочу на эту тему рассуждать. Что вы думаете, обязательно пишите, потому что эта тема заезженная. Мы с вами ее обсуждали множество раз. Конечно, они хоть и рассказывали, что им дали разрешение, никак не смогли это документально подтвердить. И дворец не согласился с их высказыванием. Никакого разрешения не было. Они, как всегда, в своем репертуаре. И здесь единственное, давайте вот посмотрим на Меган Маркл. Полностью американизированный такой у нее характер. Она не любит Британию, относится к Британии как к аппендиксу США. И все это было заметно и по ее поведению, и по ее высказываниям в интервью. И тут она вдруг решила назвать свою дочь детским прозвищем королевы Елизаветы II, британского монарха. Похоже это на нее, поступила бы она подобным образом, если бы не хотела на этом похайпиться. Возможно, она решилась бы назвать ее Дианой, но здесь они решили усидеть на двух стульях. И тем более, все эти ее рассказы, что она даже не знала о существовании британской королевской семьи, никогда не видела Букингемский дворец, хотя фотографировалась возле него, будучи в туристической поездке в Великобританию. И потом назвать свою дочь, вот как-то это все, ну, опять же, подчеркивает, что Меган Маркл думает одним местом. Уж извините. И я уверена, что она выбрала бы какое-нибудь модное имя для своих детей, но ни в коем случае не старомодная Лили Бетяна. Хотя имя, конечно, звучное, учитывая весь контекст. Спасибо, что посмотрели выпуск про Данию, где я вам показывала эту мини-коронацию про возглашение короля и королевы, балкон. И вы видели, как дети королевы Марии и Фредерико появились вместе с ними на балконе. И вот эта девочка, Жозефина, одна из близнецов, скорее всего, именно ее вы видите на экране. Ее провозгласили принцем Луи в Дании. Ну, я не знаю, как к этому относиться. Причем здесь Луи и Жозефина, которые гораздо взрослее. Видите ли, она себя вела непосредственно. Поставила свою руку на талию на балконе. А так обычно поступает у нас Луи. Вы видели такой жест Луи? И то, что она прижалась к стеклу автомобиля, это также то, как себя обычно ведет принц Луи. Луи – маленький ребенок, Жозефина – девушка на выдании. Как это можно сравнить? Ну, не знаю, вопрос к СМИ. Теперь я хотела бы подчеркнуть, что появление Иохима и Фредерико, а также королевы Марии – вот то, что они обсуждают. Иохим вел себя сдержанно. Понятно, что он не простил. Эксперты по языку тела утверждают, что он старался, но получалось с трудом. А вот Мария и Фредерик были на подъеме и обжимали Иохима с огромным удовольствием. Ну, а датские СМИ пишут, что Иохим был рад поддержать маму и брата, а также королеву Марию. То, как это происходило, у вас на экране. Кстати, первый день во время провозглашения короля и королевы он остался в тени, только были несколько снимков, как он ехал в машине, направляясь на церемонию. Как вы считаете, простила королева Мария своего супруга-изменника или нет? Вот какой вопрос задают все мировые таблоиды своим читателям. Видимо, она его простила. Понятно, что он ей изменял. Это было слишком очевидно. А исчезновение Казановой еще раз все подчеркивает. Ну и вражда между француженкой Марией и Мэрией также обсуждается. Но я не буду же повторять вам все снова. Давайте лучше посмотрим, как великолепно они выглядели на сегодняшнем мероприятии в парламенте. Как все было. Очень интересный образ у королевы Марии. Все время хочется сказать крон принцесса Мэри. Уж извините, пока сложно привыкнуть. Так вот, она носила королевский синий оттенок. Ее наряд очень сильно похож на наряд принцессы Кэтрин. Какой именно вы видите перед собой? Единственная юбка отличается. Баска в этом году вернулась в тренды. И я хотела бы подчеркнуть, с какой четкостью она подобрала гардероб себе на эти важные события. Хвалят ее и за первый образ. Говорят, что ну лучше никто не одевался. Подождите, еще у нас есть принцессы в пороховницах. Еще мы увидим несколько, я надеюсь, по крайней мере на это, что мы увидим восхождение принцессы Уэльской на престол. Как умело поработали стилисты и сама королева Мария, достойно всяческих похвал. Люди буквально визжат от их новых появлений и образов, от их тандема семейного. И вот этот синий выход, он также удался 100%. Журналы дали ему высшую оценку. Газеты говорят о том, что они провозгласили новую эру. Ну, я думала, Кэтрин с Уильямом провозгласят новую эру. Похоже, первыми стали Фредерик X и королева Мария. Я хотела бы похвалить еще вот ее шляпку. Мне кажется, сложно было выбрать именно шляпку. Потому что, ну вот, шляпки, они умеют все испортить. Мы-то с вами знаем. Чуть-чуть не в ту сторону и все. Образ уже не так хорош. Здесь, на мой взгляд, все идеально подошло. И подчеркнуло все достоинства королевы Марии. В 2024 году вошло в моду, вернулось в тренды одеваться монохромно, тон в тон, так называемый тотал лук. И датская королевская семья использовала этот трюк, на мой взгляд, удачно. Как использовать нам с вами это в жизни? Сложно приобрести вещи одного оттенка, чтобы они подходили друг к другу. Но поверьте, если вы это сделаете, будете выглядеть как королева, как минимум. Теперь я хотела бы вам напомнить, что, конечно же, эти цвета можно будет носить и с другими вещами, что разнообразит любой гардероб. И давайте отвлечемся от Дании. Там все прошло на высшем уровне. Он сказал свою первую речь в парламенте, всех похвалил, всех поблагодарил. И еще подчеркнул, что его семья помогла пережить ему вот эти вот важные дни в его карьере. Ну а сейчас мы с вами снова возвращаемся в Великобританию. И у нас король и его супруга, королева Камила, которые меняют традиции. Они не остались в Норфолке, не жили там, как Елизавета II. Помните, она всегда жила до февраля месяца. Оставалась в Сандрингеме, а они не захотели. Вернулись в Шотландию и живут в своем поместье Биркхолм. Теперь, если отвлечься от их похода в церковь, заснеженная Шотландия мешала им как-то там передвигаться, они ехали на машине Ауди, это тот самый, кстати, Ауди, за которым гнался на тайфуне принц Гарри. Помните этот момент? Я погнался на истребителе за серым Ауди моего отца. Та-да, помните, я вам рассказывала. Если отвлечься от всего этого, то его хотят казнить. Я про монарха. Он потратил сенсационные 8 миллионов фунтов стерлингов на свой собственный портрет. Когда цифру огласили, любовь к монархии закончилась по всей Великобритании. Она настолько ужасающая, эта цифра, что она закончилась даже не по всей Великобритании, а во всем мире. Все выпали в осадок, все ужаснулись. Вот это траты, вот это он павлин, вот это он любит себя. И самое главное, что они заставили вот этого министра, забыла, как его зовут, на экране вы его видите, и имя тоже, я надеюсь. Так вот, они заставили этого министра рассказать всему Содружеству в Великобритании, что пора уже заменить во всех учреждениях портреты Елизаветы Второй на новые. Вот эти. Монарха, вешайте этого монарха, ту женщину забудьте. Вот примерно в таком контексте это все обсуждается. Боже мой, что тут началось? Антимонархисты хотят повесить его за одно место. И правильно, скорее всего, делают. Вот мы все нищаем, а он со своими миллионами, на что он тратит наши деньги, за что там заплатили, что с ним не так. Он носил форму адмирала, все подробности на экране, и еще все-все-все регалии. Естественно, он так в жизни не выглядит, его отреставрировали так, что у меня глаз дернулся 30 лет долой, что они постоянно жалуются на отсутствие денег. Я имею в виду британскую королевскую семью. Якобы на словах пытаются сократить расходы. Они отключают обогрев во дворцах, так что сотрудникам приходится очень и очень трудно. Урезают зарплаты, увольняют, но на портрет 8 миллионов это так, по-нашенски, по-королевски. Конечно, деньги ихние, и они, кстати, ни на копейку меньше не собирают. Я про налоги. Все осталось в том же репертуаре, все гребут лопатой и под себя. Да, вот и принц Уэски, я вам об этом рассказывала, а никому это не понравилось. А ведь рассказывали, что он также продолжит грести лопатой под себя, но только всех разгонит и еще не будет делать эту коронацию. Ну, не будет, так не будет. Нам-то что с вами? Наверное, об этом хватит. О том, что произошло с этим портретом, скорее всего, будет много разговоров и в эти дни. Так что, держим руку на пульсе и переносимся с вами в Албанию, где есть, оказывается, также королевская семья. И зовут их принц Лека и принцесса Элия. Элия, не знаю, как правильно, если что, поправьте меня. И вот они объявили о разводе. Об этом пишут все-все-все СМИ. Говорят, что это было неожиданно, потому что у пары есть маленький ребенок. По-моему, это девочка. Ей три года и зовут ее Джеральдина. Несмотря на то, что воспитание нашей дочери является нашим приоритетом, мы решили расторгнуть брак. Вот что написал принц Лека Албанский в своих социальных сетях, запрещенных у нас или нет. Вручение премии Эми прошло в США. Оно было запланировано на сентябрь, но из-за забастовки в Голливуде его перенесли. И вот состоялось. И теперь все обсуждают Меган Маркл и то, что она никогда не появляется на значимых мероприятиях. И это ее боязнь, что она не сможет выглядеть хорошо на фоне всех этих ярких звезд и того, как они шутят, как они разговаривают, как они умеют себя преподнести, сколько им внимания уделяется, какая у них свита, кто с кем и зачем. Что они с Гарри не смогут там нормально взаимодействовать и опять их после этого будут высмеивать. И возможно ей нечего носить, деньги закончились. Это все громко обсуждается в британских СМИ. Они немножко посмеиваются. Ну вот, на какой-нибудь фальшивой ковровой дорожке мы с вами можем увидеть Меган и Гарри. А если это что-то действительно интересное, мировое, когда приковано внимание всего-всего сообщества, не будет их. Потому что... ну потому. Я хотела бы добавить от себя, что Меган реально, она странно себя ведет, действительно создает фальшивые инфоповоды. Но когда можно так вот появиться и сказать, хааа, вот она я, она не появляется. Хотя мы с вами желали бы развлечься. И еще я хотела бы добавить, что есть такой момент, что все-таки какая-то вот здесь чувствуется боязнь сцены. То, что ей внушили, что она актриса второго эшелона, какого-то там С, Ж, З, Я листа, мне кажется, все это не прошло даром. Ну не могут они как-то это пережить, переварить. Мне кажется, испытывают какой-то животный страх. Ну а нам-то хочется посмотреть, как она опростофилиться. На этом все. Выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, помните, что розыгрыши продолжаются. И следующий состоится 15 февраля. И у вас есть возможность и участвовать, и выиграть. Как это сделать? Все очень и очень легко. Но есть важный момент, который, возможно, вы упустили. Вы должны быть подписаны на два канала. И Amore Royal, и Deutsche News. Кроме этого, вы должны быть подписаны на социальные сети и активничать под выпусками в течение месяца. Тогда вы точно можете стать победителем. Участвуйте. Тем более, что подарков станет гораздо больше. Приятно, согласитесь? Ювелирные наборы с бриллиантом можно выиграть и в феврале месяце. Для этого нужно быть спонсором или доном канала. Мы с Кариной сейчас в поиске выбираем, какое именно ювелирное изделие подойдет. И еще обязательно добавим бриллиантик. Все-таки приятно с бриллиантиком получить набор. Теперь я хотела бы подчеркнуть, что лимит подарков мы постараемся увеличить. Мы над этим усиленно работаем, стараемся. И если вдруг у вас есть желание поддержать нас материально, возможность, то небольшие суммы можно перевести на реквизиты, которые вы видите на экране. Это нам поможет приобрести новую технику для новых форматов, расширить наш контент, наши возможности, обновиться, можно сказать так. Приятно получить поддержку от наших зрителей. И еще, конечно, вы дополнительно можете выигрывать в наших розыгрышах. Это очень и очень важно. А сейчас я хотела бы попрощаться, мои любимые зрители. Увидимся очень скоро, уже завтра. Оставайтесь с нами. Участвуйте в наших розыгрышах смелее. Участвуйте в наших розыгрышах. Участвуйте в наших розыгрышах. Участвуйте в наших розыгрышах. Участвуйте в наших розыгрышах. Продолжение следует...